Мне недавно одобрили рабочую визу в Чехию Полтора часа делов И права у меня в кармане Прошу прощения, а кто как снимает, зачем снимает? Для себя снимаю Ух, ребята, Москва Как всегда холодно, жесть Я не вижу повода не выпить У меня такое событие Друзья, всем привет Как некоторые из вас знают, мне недавно одобрили рабочую визу в Чехию И, соответственно, я скоро отправляюсь работать и жить в эту европейскую страну Вначале я планировал лететь на самолете Но потом, взвесив все за и против, решил ехать на своей ласточке Потому что у меня там будет очень много вещей с собой И, соответственно, компьютер буду с собой брать Который стационарный Я так подумал, что его очень будет сложно транспортировать самолетом Поэтому решил ехать на машине Я решил с вами поделиться некоторыми моментами Которые мне понадобятся для поездки на машине в Европу И для долгого там пребывания Во-первых, скажу, что я продал свою вторую рабочую машину Десяточку Вторым делом Я приобрел Вот эту вот камеру Вам, наверное, сейчас не очень хорошо видно Но я вам покажу, какая у меня была Sony IS-50 Какая теперь стала Sony IS-300 В Европе будет новый контент Я думаю, более интересный Поэтому, раз меняю свою жизнь кардинально Решил и камеру тоже поменять Более качественную взять Теперь, следующим шагом Через полгода заканчивается срок действия моим водительским правам Поэтому я решил их заранее поменять Для этого я получил медицинскую справку И думаю, что, может быть, у меня там дальше будет работа не только связанная Там, где я буду работать Об этом вы, наверное, скоро узнаете Ну и, может быть, я буду работать Чего бы мне больше хотелось водителем Поэтому решил Права мне там будут необходимы И не только наши права Которые, ну, я получу сегодня Права нового образца Это более старые Но именно получу на всякий случай Именно заграничные Пускай будут, как говорится Не знаю, насколько они правда выдаются Для того, чтобы поменять права Нужна не только медсправка Но еще нужно зарегистрироваться на сайте госуслуги Так, кстати, будет дешевле То есть, если сейчас на месте я заплачу 2000 рублей в ГАИ А через сайт госуслуги я заплачу на 30% дешевле То есть 1600, по-моему То же самое касается зарубежных прав Если на месте платить, то будет 1600 Если платить через сайт госуслуги, будет 1200 Так что, ребята, погнали Сейчас покажу, как и что это делается Информация в основном для жителей Краснодара Медсправку я получал вот здесь На улице Лизы Чайкина 2, дробь 3 Вот здесь, на втором этаже где-то Она находится прямо рядом с мраевом ГБДД Следующее здание Лизы Чайкина 4 Это мраевом, куда я сейчас направляюсь Кстати, медсправка мне вышла 2200 Это примерно средняя цена Можно чуть-чуть дешевле найти в городе Можно чуть-чуть дороже Сюда въезжаем Сейчас здесь машинку поставлю на стоянке Еще одна информация для краснодарцев И гостей нашего города Вот в этом здании На втором этаже, в 210 кабинете Все это процедура Как подача документов на обмен прав Так и на подачу документов на получение прав Все, заходим в здание Дальше снимать не буду Ребята, тадам Полтора часа делов И права у меня в кармане Значит, рассказываю Час я делал русские права вначале Получив русские права Спустился вниз Опять 210 кабинет Тут же написал заявление На вот эти вот права На зарубежные И, соответственно, минут 20-25 подождал И зарубежные права были тоже готовы Единственное, что сразу говорю Что для зарубежных прав Нужна с собой фотография Любой фон Фотография 3х4 Слава богу, у меня с собой в машине Лежала уже очень давно Фотография Поэтому мне не пришлось ехать домой за ней Не знаю, понадобится ли мне когда-нибудь Права Там, в Чехии Особенно зарубежные Ну, пускай будут Они есть, не просят Напоминаю, русские права действуют 10 лет Зарубежные выдаются на 5 лет А мы сейчас следим с вами Обновлять карты на мой навигатор Здесь у меня уже закачаны карты России, Польши, Белоруссии и Чехии Когда мы 3 года назад С Викторией Александровной ездили в Прагу Обновлять их, я думаю, не буду Они Пускай будут Ну, закачаю я Сейчас посмотрим Я покажу, где это находится В Краснодаре, где можно это сделать Закачаю я, наверное Пускай будет у меня еще Дополнительно карта Германии Находился этот мужик вот здесь В торгово-развлекательном комплексе Галактика Что между Уральской И Селезневой находится Сейчас зайдем Найдем его Если он работает еще Я вам покажу цены Покажу, где он находится Может, кому пригодится Ребят, вот я нашел Вот здесь он находится Радар авто называется Прям третий вход Третий портал Вот здесь вот сидит за углом Так, что по ценам у вас Скажите, пожалуйста Прошу прощения Кто, как снимает Зачем снимает Для себя снимаю Ну, извините На камеру Все, я вот так на себя Говори голос Нет, извините, нет Почему? У нас фотосъемка Видеосъемка запрещена Распоряжение началось Как и во многих других магазинах И так далее Короче, этот парень Сниматься не захотел Но я вам показал Где находится Эта контора Которая качает карты По ценам я вам сориентирую Смотрите Короче, он Россия 600 рублей Каждая последующая страна Плюс 200 Вот, я ему говорю Что Россия у меня закачана Мне Германия нужна Он говорит Ну, можно и так сделать Так что все В принципе Все, что хотел показать На сегодня По крайней мере Я вам показал Теперь Увидимся в тот день Когда я буду Лететь в Москву Наклеивать визу Это будет 11 апреля Мяч Ворота команды Президентка Забил Назад Все сиди стояли Назад Назад Байрыев Номер 28 Что ты делаешь? Хорош Сходил на футбол Кубань порадовала В заключительный раз Меня На последних минутах Уже даже В добавленной минуте Забили Выграли Все Теперь Летим в Москву За визой Ну вот и наступил Тот долгожденный день А точнее раннее утро 11 апреля Я сейчас направляюсь В аэропорт Сейчас 5 часов утра У меня Самолет 6.40 Лечу в Москву Для того, чтобы Наклеить визу В чешском посольстве А пока Хочу сказать Что То что вы видели Пару минут назад В этом выпуске Я не стал Переснимать Не стал Ничего удалять Так как это все Было снято Заранее Ну планы Кардинально Поменялись С ног на голову Мне предложили Достаточно неплохую сумму За мою Любимую полочку И я ее продал Своему лучшему другу Надеюсь Ни он Ни машина Не разочаруются Друг в друге Как это было Вот посмотрите Как я с ней прощался Ну что моя Любименькая полочка Пришло время Расставаться с тобой Шесть с половиной лет Ты служила мне Не ломалась Не подводила меня 111 тысяч километров Как один Ни одна чужая задница На тебя не садилась Кроме моей Спасибо тебе за все Прости меня А помнишь Я тебя любил делать Вот так все время Ту шутку Поймут Только избранные Ты постоянно любила Когда я тебя протираю Охо-хо-хо Все Пришло время Расставаться с тобой Прощай Ну а дальше Какие планы Сейчас Летим в Москву Там сильно много Снимать не буду Потому что уже Был в Москве Недавно Снимал все Покажу там Сколько вышла виза Страховка Насколько визу дали И так далее Чтобы сильно не затягивать Это видео Потому что по прилету Я тут же его хочу Смонтировать Домонтировать Потому что уже Половина видео Уже снято И уже Я ее смонтировал Поэтому По быстрому По прилету Я хочу Это выпустить Ну а дальше Планы такие Что я уже Купил билет На самолет Авиакомпании Пегасус На 15 число На воскресенье Лечу Краснодар, Стамбул Стамбул, Прага Там меня встретят С работы Ну и отвезут уже В населенный пункт Под названием Жижевец Тайно открыто Населенного пункта Кстати Один из моих Подписчиков Угадал Этот населенный пункт Я ему уже Майку отослал Вот вы видите Фотографии Он ее уже получил Короче Дальше по плану Так что Смотрим Не переключаемся Поехали Увидимся в Москве Ух ребята Москва Как всегда Холодно Жесть Вот наш самолетик На котором мы прилетели ЮТР Вот Тут около Одного градуса тепла А я в одной кофте приехал Нормально Все Теперь задача Найти аэроэкспресс Билеты мне Саня Купил Туда и обратно Но я боюсь Что сейчас не успею На поезд на 9 часов Буду на 9.35 Ждать Все Побежали Короче Вот он этот аэроэкспресс На котором я только что приехал На Киевский вокзал Буквально Бежал вагон И это Через 30 секунд Поезд тронулся Если бы не успел На этот поезд Еще 30 5 минут Торчал бы В аэропорту Внуково А так я уже На Киевском вокзале Сейчас съеду В станцию Сокольники К Сане На работу У него остался чек Об оплате О том что я Оплатил Визу Забираю чек И ПРУ Половина ПРУ в посольство Где прием По моему вопросу С 10.30 до 12 То есть полтора часа Принимаю Так что Надо быстрее бежать Сейчас половина десятого Через час Уже открывается Короче посольство Погнали Да ребята Документы Выдают Паспорта После двух К двум часам Подойти надо будет Сдал быстро Все без очереди В принципе Во второе окно Там где принимают Эти паспорта Единственное что надо Сделать визу Не знаю что надо Сделать визу Сейчас не хочу Сильно Полить Короче Тьфу Визу Страховку Надо сделать Возле Прямо Визово центра Там Мужики Стоят Там стоит Джип Весь разукрашенный Написано Виза Там Страховки Там У него Принтеры Хринтеры Все Короче Оборудование Он Страхует Мне Обошлась Страховка Для работы 4 тысячи Либо 50 евро И потом Короче Вместе с этой Страховкой Паспорт Подаешь И в 2 часа Сейчас пойду Получать Его забирать А пока Время есть Мне тут Подсказали Где-то тут Недалеко Какая-то Советская Чебуречная Есть Пойду там Поем Что-нибудь Вот такая Здесь обстановочка Дедушка Ленин висит Флаг советский Короче Расписанные Стены Ну такая Харатьян Поет Единый парус И душа Короче Сейчас Заказал Солянку Заказал Пюре С котлетами Заказал 200 грамм Водки По 90 рублей Какая-то Белорусская водка За пивончик И Этот самый Пюрешка С котлетами Куриными Все вышло 650 рублей Что-ли Ну где-то В этом районе Я не вижу Повода не выпить У меня такое событие Визу Сейчас наклеят Мне Поэтому Хорошо Ваше здоровье Ребята Под соляночку Лайк Приятного аппетита Все Так Ну что Друзья Дали мне визу Забрал паспорт Я еще не смотрел Давайте вместе Посмотрим При вас Открываю Открываю И смотрим Насколько Дали А Подождите Это Это аннулированная Это аннулированная испанская виза Где чешская Не пойму А вот Чешская Оууу Дали ее всего на с 11 сегодняшнего дня с 11 май июнь по октябрь короче на полгода дали на полгода только дали визу что-то я расстроился думал дольше дальше дадут дольше вообще жесть бля короче ребята я вам по секрету скажу я тут хожу по москве и очень сильно переживаю у меня полная сумка денег полная сумка денег 400 тысяч рублей я не знаю что теперь с ними делать раз визу дали ненадолго значит это хотел менять их на кроны наверное не буду теперь это делать что-то я расстроился короче так как-то всего на полгода дали жесть короче ребята пока я тут стою на станции майковской заряжаю свою lenovo на таком аппарате я сейчас дозвонился той девочки которая меня курировала она сказала не расстраивайся это весь задается полугодовая чтобы я въехал именно в чехию а уже там по приезду в чехию там уже оформляется двухгодовала виза рабочая карта именно а это просто я должен в течение полугода въехать страны но я езжаю уже до этой недели поэтому все нормально все сейчас едем менять рублики на кроны покажу единственный банк в москве которая именно с кронами работает больше не в краснодаре не москве больше банков нет которые работают с чешскими кронами покажу адрес и покажу курс и покажу сколько у меня денег было и сколько станет поехали нашел этот банк называется джей энд ки ки банк правда тут курс он короче находится метро марксистская улица таганска 26 строение 1 правда курс тут сумасшедший если честно потому что больше никто не торгует кронами поэтому поэтому они здесь загибают цены конечно по 30 10 крон 32 рубля вместо 2 и 9 что делать пойдем менять поменял и кроны сто двадцать тысяч крон поменял по 32 с половиной рублей по 32 с половиной рубля за 10 рублей поиск короче так ты 1 крона 32 руб 3 и 2 рубля стоит это не банк оказывается офигел это эти наши западные партёры офигели они из-за санкции я не обращал внимание оказывается евро подорожала и доллар и крона подскочила но это кстати хорошо для моей работы крона буду получать ладно пошел я кстати сани на работу я уже просто прилетел краснодар уже построить по сложившейся традиции последний эпизод снимаю по дороге из аэропорта домой что хочу сказать что все все что задумал все сделал а конкретно это успел на аэроэкспресс успел 10 30 с 10 30 до 12 посольства чтобы сдать паспорт перед этим перед тем как взять паспорт надо сделать страховку страховка делается прямо рядом с посольством стоит машина чувак страховка делается на месяц я посмотрел 4000 стоит сделал страховку сдал паспорт в два часа пообедов выпив о дочке два часа дня забрал паспорт с визой обратно вот забрал паспорт и визу дали на полгода но это виза такая чтобы я именно въехал в страну в течение полгода а уже въехал в страну там уже делают конкретную визу для работы на два года поэтому я начали расстроился а потом мне рассказали что и как ну и все после того как паспорт забрал я поехал меня деньги 400 тысяч рублей полная сумка денег была с собой ходил по москве боялся всего поменял на 120 тысяч крон вот сожалению пару дней назад вся валюта подорожала в том числе и кроны раньше можно было 10 крон купить за 29 рублей сейчас 10 крон стоит 30 35 что-то такое ну короче нормально подорожало ну и все после того как поменял кроны дальше я уже не снимал а дальше я встретился с саньком мы поехали к нему домой я встретился с его женой анютой анюта привет посидели пообщались выпили вискарика попрощались санями отправил санте спасибо тоже за все ну и все короче сейчас получается четверг 30 утра в следующий ой через три ровно через трое суток воскресенье у меня самолет на стамбул за это время за трое суток мне надо собрать вещи сделать это видео собрать компьютер сколько дел столько дел вот так что короче спасибо за просмотр понравилось видео поставьте если она вам чем-то помогло какой-то информацией стараюсь сделать видео чтоб информация какая-то была интересно поставьте большие пальцы вверх подпишитесь на канал все как обычно я пошел спать а вы подписывайтесь на канал комментируйте видео ставьте понравилось ну и следующее уже включение будут уже дай бог из чехии все ребят всем пока а